Ну, поток гастарбайтеров, несомненно, необходимо регулировать просто для того, чтобы они не отнимали рабочие места у своих граждан. Но предлагаемая мера, денежный залог на случай возможной депортации явно не сыграет регулирующей роли по очень простой причине. Как показывает весь мировой опыт, в таких случаях любой залог выплачивают в конечном счете те, кто приглашает работника к себе, а потом платят ему меньше, чтобы возместить свои потери, причем возместить, естественно, с лихвой. Так что, думаю, регулирующей роли этот залог не сыграет. Ну, а что касается чисто технической стороны депортации, то, насколько я могу судить, проще уже, когда выявлен нелегальный гастарбайтер, взимать деньги с того, кто его нанял. Это будет, по крайней мере, заслуженно.